Долгое время жители села Лебяжья Меликесского района были вынуждены спасать свои дома от пожаров буквально своими руками. В населенном пункте не было пожарного подразделения и в случае возгорания спасателям приходилось преодолевать большие расстояния. Теперь жители Лебяжья и еще семи населенных пунктов могут спать спокойно. В селе появился долгожданный пожарный пост. С инициативой по его открытию сельчане обращались к губернатору. С сегодняшнего дня личный состав приступает уже к несению службы. Машина у нас будет поставлена в гараж в теплый отапливаемый и мы будем спать спокойно. В качестве места для размещения пожарного поста было выбрано здание школьной котельной. Его обещают реконструировать уже к сентябрю. А до этого времени спасатели разместятся на территории местного лесничества. В сентябрю мы поставили себе задачу сделать реконструкцию школьной котельной с целью дислокации автомобилей здесь и пожарного расчета. Спасибо большое, Сергей Иванович. Внимание требует и сельский храм. Церковь и примыкающие к ней здания, где находилась воскресная школа для детей, входит в список объектов культурного наследия и требует серьезного ремонта. Глава региона встретился с прихожанами и выслушал их предложение по реконструкции объекта. Ну вот посоветовались мы с прихожанами, пришли к такому решению, ну что нам далеко спешить. И вот эту всю работу основную по замене электроснабжения, полы мы сделали, фундамент, он у нас нормальный, приглашали экспертизу. Полы нам нужно заменить и утеплить, посмотреть, скрыть, может быть там что-то у нас выявится. Нам достроить надо вот эти все перегородки, здесь же должны быть классы, они должны быть нормальные. А благородить стены, да, вот то, что мы с вами проходили, видите, ну неприлично, там же много сделано. Вот эти работы сделать в таком формате, чтобы к первому сентябрю, как вы и проговорили нам, запустить здесь работу воскресной школы. Открытие воскресной школы станет первым шагом в создании Центра духовно-нравственного воспитания. По предварительным подсчетам в школе смогут учиться более 60 детей. Губернатор и местная администрация пообещали не остаться в стороне и обеспечить школу оборудованием и помочь с ремонтом. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.